здравствуйте дорогие любители нашего канала сегодня 1 января 2021 года на улице солнце и нет снега в белграде зимой снега практически не бывает мы едем в гости к нашему дяде поехали с нами прокатимся по солнечному белграду подписывайтесь на наш канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик будет много интересного а сейчас поехали вам нравится такая погода или все-таки вы предпочитаете когда на улице снег большие сугробы метели напишите пожалуйста мне в комментарии какого больше любите погоду зимой так как я жила и в крыму где именно была такая погода которая сейчас наблюдаю из окна автомобиля и были сугробы и метели и когда я переехала в барнаул то есть я жила в двух ипостасях и могу сказать все таки зима без снега меня привлекает больше хотя немножко снега мне можно недельку максимум когда снег лежит примерно недельку максимум две недельки и все для меня хватает это за глаза и все больше мне не надо если нужно снег всегда можно выехать в горы в сербии есть горы мы об этом еще поговорим я постараюсь вам показать и можно насладиться снегом покататься на лыжах на сноуборде кто как умеет кто на чем умеет или просто поваляться в снегу в позе бабочки или ангела так что пишите мне в комментариях какую вы больше любите зиму а сейчас наслаждайтесь январским белградом красавцам январским белградом красавцам январским белградом красавцам январский белград рост Сейчас будем проезжать здание Господарственной общины Государственного парламента. Великолепное здание. Сейчас мы находимся на площади Николя Пашеча. Где-то там вдалеке, но здесь не видно, извините, находится памятник этому сербскому революционеру. Немного дальше, если проехать, то вы попадаете на знаменитую улицу князя Михайла. Великолепное здание. В Сербии, как и в России, не отдыхают 10 дней. В Сербии 2 января все уже выходят на работу. Поэтому 1 января в Белграде всегда гужево. Кто-то едет в гости, как мы, кто-то возвращается из гостей. Поэтому мы, как и все белградцы, попали в пробку. На дворе уже 2 января 2021 года. И мы выезжаем из Белграда. Мы едем в гости к нашей маме и папе в Нововарож. Это примерно 250-280 километров от Белграда. 3-4 часа езды. Мы будем проезжать несколько сербских городов. И я хочу вам рассказать о них. Надеюсь, такая небольшая экскурсия по городам, по маленьким городам Сербии вам понравится. Все. Поехали. Выезжаем из Белграда. Мы поедем по платному пути. Я тоже расскажу, что это. Покажу. Надеюсь, вам понравится наша поездка от Белграда до Нововароша. Поехали. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наша поездка из Белграда начинается с того, что мы поедем по платной автостраде. Это быстрее, это удобнее, это выгоднее, так скажем. Сейчас мы проедем, муж получит у меня специальный талончик. Автомат выдает. Вот он этот талончик. И все, шлагбаум открывается, нас выпускают. И мы поедем по этой платной автостраде протяженностью примерно 30 километров. Поехали! Все, мы проехали. Теперь нам надо будет оплатить. Мы подъезжаем, даем этот талончик мужчине, мужчине или женщине, смотря кто будет сидеть. То есть, выезжаете, вам автомат дает. Платите вы уже живому человеку. Стоимость проезда по этой автостраде стоит 80 динаров. Это, считайте, на 0,78. То есть, это меньше 100 динаров. Не знаю, рублей 50-60. Все, вот мой муж сейчас заплатит. И мы поедем дальше по городам Сербии. Поехали с нами! Поехали с нами! Мы въезжаем в общину Младеновец. Младеновец – это община в Сербии. Она входит в округ Белграда. Население этой общины примерно 52 тысячи человек. Это, по-моему, на 2011 год была перепись. Административный центр – это как раз город Младеновец, который мы сейчас проезжаем. Население в этом городе примерно 23 тысячи человек. Община Младеновец состоит из 22 населенных пунктов. Ну, я так понимаю, маленькие села, деревеньки, которые входят сюда. Интересный факт я узнала про этот город. В Младеновец на местных выборах 20% получила комическая партия. Вы представьте, комическая партия, которую создал Луки Максимович и назвал «Попробуй сарму». Ну, это как по-нашему «Попробуй голубцы». Вот такую вот интересную партию он придумал. И эта партия еще умудрилась занять второе место в общественном совете. А в 2017 году Лука Максимович, он даже выдвигался в президенты Сербии. Ну, так как у них сейчас Вучич, я так понимаю, вы понимаете, что он не выиграл. Ну, было бы смешно, если бы такой вот клоун у них был президентом. Расскажу немножко о городе Младеновец. Вообще, название города Младеновец происходит от слова «молодежь». На сельском языке «младен» – «молодой молодежь». Согласно легенде, это имя связано с человеком по имени Младен, который обосновался после битвы на Косово. Битва эта была в 1389 году. Он обосновался в этих местах со своими двумя братьями. Это были пустынные места, и они начали строить город. Но потом братья разошлись в разные места, а Младен остался на этом месте. И в честь этого человека он обосновал город, как у нас, как всегда, и в честь себя любимого. Был город назван Младеновец. Вот такой вот небольшой факт. Надеюсь, вам интересно. Будем проезжать еще несколько городов, и я попытаюсь узнать факты о каждом городе, который мы будем проезжать. А теперь наслаждайтесь такими небольшим экскурсом. Такая небольшая экскурсия у нас будет по маленьким городам Сербии. Надеюсь, вам нравятся мои зарисовки Сербия из окна машины. Ну все, поехали. Скоро мы скажем пока-пока, город Младеновец. Я хочу еще добавить, что Сербия, она православная страна, как и Россия, но они очень более набожные. Поэтому в каждом городе обязательно есть храм или церковь, и они очень красивые. Вот мы сейчас проезжаем. Надеюсь, вам нравится это великолепие. Ну вот очередной город на нашем пути. Этот город называется Топола. Топола – это город-памятник. Почему? Сейчас я вам расскажу. Тополу выстроил руководитель первого сербского восстания. Если вы знаете, сербы были 500 лет под турками, против турков. Звали этого предводителя Караджорджи Петрович. Также он стал основателем одноименной королевской династии, которая много лет правила в Сербии. Именно здесь, в Тополе, он был провозглашен вождем бунта, который произошел в 1804 году. И тут же в Тополе, опять же повторяюсь, располагался опорный пункт восставших сербов. Турки, конечно, после подавления восстания в 1814 году, они стерли, просто с лица земли стерли этот город. Но потомки Караджорджи, они его восстановили. Заново, и теперь мы можем любоваться этим замечательным городом. Настоящее имя Караджорджи вообще-то было Джорджи, Георгий, Джорджи Петрович. По-русски Георгий Петрович. Но турки его начали называть Караджорджи. Приставка «кара» означает «черный». «Кара» с турецкого «черный». «Черный товарищ» достал их, значит, очень сильно. Если вы увидите, то Тополо в наши дни – это такой небольшой, сонный город. Маленький такой городишко. Но в центре города есть парк. Небольшой, правда, но он есть. Увы, мы его не проезжали. Но в следующий раз, если поедем, попрошу мужа, может быть, проедем, покажу вам. Потому что в этом парке находятся две достопримечательности, которые обязательно надо посетить всем, кто будет в Сербии. Это Караджорджиевая церковь и музей Караджорджи. Обязательно посетите, когда будете в Сербии. Тополо находится недалеко от Белграда. Я не знаю, получается, это второй город. Ладно, если может быть, час езды от Белграда на машине, и вы попадете в этот красивый городочек. Тополо сербского переводится как Тополь. Тополо – Тополь. Административный центр общины Тополо Шумандийского округа. Тополо – город с 1781 года. Население в этом городе примерно 4,5 тысячи человек всего лишь. Достаточно маленький городишко по нашим, по российским меркам. Для Сербии это нормально, довольно приличный городочек. Так, еще что вам расскажу, что Тополо находится в винном регионе Шумандия. Или Шумандия? Шумандия. Скорее всего, потому что ударение у них всегда на первую букву. Гласно, Шумандия. И при желании, если вы будете в этом районе, можно заехать на дегустацию в одну из винных изб. Увы, мы тоже это не сделали. Но в следующий раз попытаюсь все-таки попасть в эту винную избу. Показать, как вам рассказать. Я думаю, любой русский человек любит что-нибудь где-нибудь продегустировать. Вот такой небольшой обзор об этом городе. Надеюсь, вам понравилась моя история. Конечно, я только начинающий экскурсовод. Наслаждайтесь теперь картинкой. Наслаждайтесь красотами Сербии. А мы едем в другой город. Все. В следующий раз я вам скажу историю другого города. А пока мы едем по Тополе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас мы проезжаем две деревни. Две деревни, которые находятся в Шумандинском районе, в Шумандии. Это сейчас Доня Шаторня. И чуть-чуть дальше, прям вот за ней идет Горня Шаторня. Это север Сербии. Поэтому такие более богатые деревни здесь находятся. Тем более Шумандия, я уже вам сказала, славится виноделием. Практически у каждого жителя этой деревни есть свой виноградник. Они делают вино, естественно, и на продажу. Поэтому наслаждайтесь северной деревней. Почему я вам говорю север, Сербии и юг? Потому что на севере деревни более богатые, чем на юге. Юг Сербии, это ближе вот туда Косово. Там как бы победнее деревушки будут. Вот, надеюсь, вам нравится. Я бы могла бы жить в такой деревне, почему и нет. Более такая развитая. Смотрите, и магазины есть, и заправки есть. Все пригодно для жизни, я так понимаю, не для молодежи. Ну, уже лет в 60 на пенсии. А почему бы нет? Виноградик выращивать, винцо делать на продажу. Ну, прекрасная вещь. И посмотрите, какая природа. Еще раз повторяюсь, это 2 января. Ну, красота же. И дороги есть. Я так понимаю, достаточно богатая деревня, потому что, ну, посмотрите, дома, дороги, все обустроено, все для людей. Но сразу повторяюсь, это не реклама деревень. В Сербии есть разные, есть и убогие деревни, и разбитые вдрызг. Поэтому, я не знаю, это такая, наверное, показательная деревня, 2 деревни. Мы проезжаем. Наслаждайтесь. ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok Наше путешествие по маленьким городам Сербии продолжается. Сейчас мы будем проезжать город Рудник. Город Рудник расположен в Центральной Сербии. Своё название он получил от горы, у подножья которой он располагается. Гора тоже имеет название Рудник. Гору так назвали, потому что в основном в этой горе добывают полезные ископаемые, руду. Город маленький, в основном туристический. Ну что, поехали! Наслаждайтесь видом маленького города Рудник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы проезжаем замечательный город под названием Чачек. Чачек расположен в 140 километрах к югу от Белграда. Численность населения самого города примерно около 70 тысяч, а с пригородом 115 тысяч выходит. Чачек является вторым крупным городом исторической области Шумандия. Название области происходит от слова «шума», что значит «леса». Чачек расположен у подножия гор Овчар и Каблар. Через город также протекает река под названием Морава. Гора Каблар носит у сербов название «Святой горы». Она так называется, потому что у подножия этой горы был найден «святой источник», то есть вода, которая обладает исцеляющими свойствами. Сербы в это верят. В 1459 году город завоевали турки, Ансманская империя, которые перестроили все православные церкви в мечети. А с начала 19 века Чачек стал частью Автро-Венгрии, Автро-Венгерской империи. Но уже в 1814 году жителями села Тргнава, что рядом с городом Чачек, было поднято восстание. Правда, мятеж был быстро и жестоко подавлен турками, но вскоре поднялось второе сербское восстание. В 30-х годах 19 века город покинула большая часть турок. В городе осталось всего 900 жителей. Только после завершения Первой мировой войны Чачек стал частью Королевства Югославия. Ну а потом, когда распалось Королевство Югославия, вы знаете, он стал уже частью современной Сербии. Участливкой есть в России города-побратимы. Это город Ковров и город Сочи. Вот такую вот небольшую историческую справку я вам рассказала про этот город. Надеюсь, вам понравилось. А сейчас наслаждайтесь просторами этого небольшого сербского города под названием Чачек. Еще одна заметочка. Сейчас мы будем проезжать фабрику. Не простую фабрику, а завод по изготовлению крупнокалиберных патронов. Эта фабрика была разрушена. В 1999 году, все знаете, НАТО в это время бомбило Сербию. И поэтому очень много зданий было разрушено, в том числе эта фабрика. Но сербы ее восстановили. Фабрика работает по сей день. Там также изготавляют, как и в прошлый раз, патроны для крупнокалиберного орудия. Сейчас мы проезжаем очередной город Сербии под названием Ужице. Город Ужице находится на западе Сербии. Население примерно 103 тысячи человек. Административный центр муниципалитета Ужице и Златиборский огру расположено на берегу реки Детина. Первые обитатели этого региона Сербии были иллирийцы. В частности, племена Партини и Аутериати. Захоронения этих племен встречаются в регионе повсеместно. Позже регион вошел в Римскую империю, став частью провинции Далмация. Около 1180 года великий Жупан Стефан Неманья присоединил Ужицу к средневековому государству Рашка, которое было под властью Жупана Страцемира. Король Драгутин отрекся от власти в пользу своего брата Мелутина, который отвоевал регион Мачева у великого венгерского короля и создал Сремское королевство. А после его смерти завоеванные земли вошли в состав Сербии. Это вам такая небольшая историческая справочка. Ужицы пала под натиском Османской империи, ну, в общем, как и вся Сербия, в 1463 году и стала частью белградского Пашалука. До 1807 года, пока ее не освободила, сербская армия в ходе первого сербского восстания. Ужица стала центром региона со множеством купцов и ремесленников. И только с конца XIX века город начал развиваться в индустриальном плане. Первые маленькие фабрики, выпускающие шерстяные одеяла и сделанные из войлока вещи, стали открываться в Ужице в 1868 году. В 1880 году открылась фабрика по изготовлению кожаных изделий. Ужице стало первым городом в Сербии, где построили гидроэлектростанцию, основанную на законах Никола Теслы. Все, естественно, знают знаменитого ученого из Сербии. Ну, по-моему, кстати, хорватом был Никола Тесла. Она была построена в 1900 году на реке Джетиня. Надеюсь, я правильно произнесла, потому что названия немножко сложные для русского человека. В социалистической Югославии Ужице была переименована в Титово Ужице. То есть, по-моему, как я помню, 8 городов. Они переименовали в честь, кто знает, был у них такой диктатор, можно сказать, ну, кто как его называет Тита. И многие города также, как у нас, наверное, в России, давали разные названия. Там, например, у нас Сталинград, Екатеринбург, да, Ленинград, Санкт-Петербург. То есть, тоже другие города называли другими именами, именами коммунистических лидеров. И также у них был коммунист Тита. Так, идем дальше. Но, когда распалась Югославия в 1992 году, старое имя Ужице было возвращено к городу. Сегодня Ужице является центром развития экономики в крае. Наиболее развивающейся отрасли – это цветная металлургия и текстильная промышленность. Как мне муж сказал, в Ужице очень хороший бельевой трикотаж. То есть, они производят трикотаж, это маечки, трусики, нижнее белье очень хорошего качества. Ужице с муниципалитетом дает 30% общей продукции, выпускаемой во всем регионе. И большинство продукции идет на экспорт. Вот такой вот интересный, замечательный город. Надеюсь, вам понравилась моя экскурсия небольшая по городам, по маленьким городам. В Сербии. Это наше путешествие из Белграда. В Нововарож занимает примерно 3-3,5 часа. Я попыталась вам показать и рассказать, насколько интересно вам или нет. Пишите мне в комментариях, понравилось ли вам такое путешествие. Меня называют о заметке из машины. То есть, мы ехали, я снимала из машины Сербия, из окна машины. Надеюсь, вам понравилось. А я с вами будем прощаться, потому что следующая остановка будет наш город Нововарож. Про него я расскажу вам в следующем видео. Вы наслаждайтесь красотами города Ужицы. Надеюсь, оно вам нравится или не нравится. Напишите, вообще нравится вам такой формат общения, когда буду вам показывать, что-то рассказывать, какие-то исторические, давать вам справки, чтобы я знала. Давайте мне какую-нибудь обратную связь. Мне интересно все ваши мнения. Я стараюсь прислушиваться. Я стараюсь делать лучше свои видео. пишите, про что вы хотите еще узнать. Будет время, обязательно посетим места. Например, мне вот один мужчина уже сказал, хотел бы узнать про город Рашка. Это не Россия. Есть такой город в Сербии Рашка. Я, если что, съездим, попытаюсь рассказать про этот город. А сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Будет еще много-много интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok